Плиты, печи, овощерезка, котёл – пищеблок оснащен современным оборудованием. И даже кастрюли здесь новые. На кухне работает мощная вытяжка. Ранее приготовление пищи было целым испытанием, особенно летом. Теперь одно удовольствие, рассказывают повара. В здании установили современную систему вентилирования, отопления, пластиковые окна, на стенах свежая покраска или кафель. Сотрудники дома-интерната гордятся и обновлённым актовым залом. Паркетный пол, сцена, новые люстры. В ближайшие два месяца в помещении установят зрительские кресла. В планах также закупить новые столы и стулья в столовую. Капитальный ремонт жилого и административного корпусов проводили в течение двух лет, начиная с 2015-го. На это с бюджета города было выделено 120 миллионов рублей. В 2017-м реконструкция продолжится. В этом году освоят ещё 60 миллионов. В этом году наши планы – это ремонт капитальный поликлинического отделения, установка забора, соответствующего требованиям Российской Федерации с установкой системы видеонаблюдения и замена наружного участка канализации во внутреннем дворе дома-интерната. Дом-интернат для престарелых инвалидов посетил глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников. Руководитель города поздравил ветеранов с Днём защитника Отечества, вручил им цветы и подарки. Далее – беседа без прессы за закрытыми дверями, чтобы лично пообщаться с каждым, услышать и помочь. Сегодня в доме-интернате фактически нет свободных мест. Здесь проживает 179 человек. Нам очень важно поддерживать учреждения. Забота о престарелых инвалидах является приоритетом в работе. Если станет теплее, уютнее, если мы сможем сделать хоть на шаг лучше, я буду считать, что работа правительства в этом направлении может быть оценена лучше, положительнее. Во время визита глава Севастополя отметил – полная реконструкция дома-интерната для престарелых инвалидов должна завершиться к концу 2019 года. Елена Корнухова, Дельвер Минжитов, информационный канал Севастополя.